Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И сегодня мы поговорим о спортивных распредвалах. В частности, про спортивные распредвалы фирмы ОКБ-двигатель РС-705 и РС-655. Это 16-клапанные распредвалы. Напомню, что здесь все, что вы видите на столе, голова 16-клапанная, распредвалы, вся эта мелочевка, весь полный установочный комплект для 16-клапанника. Это все продается, в частности, и распредвалы. Кому интересно, в описании есть ссылка на мои сайты, то есть на контакты, драйв-двору и номер телефона. И теперь по порядку. По поводу этих распредвалов. Данные распредвалы стояли в этой боевой голове запиленной. Они стояли на моей 2908. Такие распредвалы выдают свободно на 16-клапанник из 4-х дроссельным впуском. Выдают 230 лошадей. Это не только я на них ездил. То есть есть люди, которые ездили на стенд, мерили график. Они могут свободно крутить двигатель за 9 тысяч. Все зависит от того, насколько у вас крепкий низ. Допустим, я специально себе, так сказать, ограничил обороты до 9 тысяч на них, чтобы не развалился низ. Потому что низ у меня не кованный был. То есть литой низ, обычный, стандартный, грубо говоря, низ. Там немного облегченный шатуны и маховик. А так поршня, шатуны, коленвал, все это стандартное. То есть без проблем держала машина, ехала 6 секунд до сотни. Эти распредвалы, то есть если можно, в принципе, грубо говоря, в 10 тысяч крутить. В них параметры, то есть достаточно такие они злые. То есть фаза впуск 320, выпуск 310, подъем 10.5, 10.5. То есть это достаточно такие злые. При этом, если, допустим, их или под программу настроить, или поставить, допустим, четырех, ну, горизонтальный карбюратор с четырехдрозным, они, в принципе, хорошо едут с низов. Вот, допустим, у меня достаточно злые горизонталки стояли, сороковые Дель Орта с 37-ми диффузорами. То есть, так сказать, диффузор тоже убивает низы. Все равно, допустим, до 5, 4,5-5 тысяч она очень хорошо ехала. Можно было, грубо говоря, практически на холостых ехать. Ну, а после уже 5-ти, и шел очень сильный подрыв, то есть, как вот в турбомашине, то есть, резкий набор мощности, и до 9 тысяч она свободно лупила. То есть, кому интересно, есть на канале видео про то, как ехал с этим двигателем, с этими распредвалами Маят 2008. То есть, ехала 6 секунд до сотни, 4-х литровые миномарки, то есть, говорят, отдыхали. По передачам, допустим, если на стандартной резине, первая была у меня 70 км, вторая 125 км, и третья там 170 км. То есть, это получается на стандартной коробке, это за счет оборота. То есть, оборот оберосли, соответственно, каждая передача дальше крутилась. Ну, а по максималке, грубо говоря, цифры на спиртогометре заканчивались, так как оно лупашит, но пашет и лупашет. Сейчас я вам покажу профили и в чем их отличие. Вот, я специально поставил рядом стандартные распредвалы, то есть, 16-ти клапаны. Вот, видно, насколько вот кулачок острый. То есть, во-первых, у стандартного он острый, вот. А у этого он такой жирный. Вот это у нас, чтобы вы не путались. Это у нас впуск, это выпуск, это тоже впуск и это тоже выпуск. В чем фишка от стандартного распредвала, вот, как вы видите. Здесь получается кулачок очень острый. Соответственно, дело даже не в самой цифре подъема, там, больше-меньше. Даже в первую очередь играет роль профиль. Получается, распредвал, то есть, на мгновение, то есть, открывает клапан на максимальный подъем. И сразу же он закрывается, то есть, в максимальном подъеме, то есть, клапан находится минимальное количество времени. При этом, в спортивном распредвале, как вы видите, насколько он горбатый. То есть, и, соответственно, в максимальном подъеме клапан остается достаточно долго. И закрывается он не так и резко, как закрывается на этом, на стандартном распредвале. То есть, на стандартном, он, грубо говоря, резко открылся, на мгновение, там, где-то в максимальном подъеме резко закрылся. То есть, соответственно, цилиндры не успевают за это время нормально наполнить двигатель. То есть, зарядить цилиндры. Соответственно, здесь он достаточно рано начинает. То есть, и тут еще в чем фишка. Вот здесь он рано начинает. То есть, общая фаза, то есть, открытие большая, намного больше. Допустим, вот здесь 320, соответственно, он рано открывает. А здесь в стандарте, там, вообще, 200 с копейками. Там та фаза. И, соответственно, он раньше начинает открывать. Долго находится в максимальном подъеме. И достаточно еще длительное время потом закрывается. За счет этого успевают цилиндры зарядиться. То есть, и вот именно сам параметр фазы. Теперь про фазы. То есть, про профиль, вот, допустим, я объяснил. Думаю, что понятно, что чем более горбатый профиль, то есть, более он такой. Некоторые есть распродывалы, тут чуть-чуть они квадратные, они, то есть, не прямоугольные. Вот именно за счет профиля, то есть, у вас именно влияет то, как двигатель работает на дозарядку. То есть, теперь именно по самой фазе. Вот чем дольше клапан открыт, то есть, соответственно, за это время у вас дольше успевают, ну, заряжаться цилиндры. И, соответственно, вот откуда появляются обороты двигателя. То есть, что двигатель может крутить, вот, стандартный, допустим, там, 7 тысяч, и даже 6,5, и он уже вздыхает. А спортивный может крутить 9-10 тысяч. Вот именно от фазы он и может набирать. Потому что на высоких оборотах двигатель так быстро крутится, что клапан на мгновение открылся, закрылся, он нифига не успевает зарядить цилиндры. То есть, и чем выше обороты, тем эффект ухудшается. И получается, когда двигатель доходит, допустим, на стандартном предвалу до 7 тысяч, все, он дальше не может наполнять, потому что фаза сильно маленькая, клапан тупо не успевает за то время маленькое, которое он открыт. Причем он на маленький подъем. Сейчас про подъем мы отдельно поговорим. И, соответственно, у вас падает наполняемость цилиндра, и падает мощность. То есть, двигатель может, допустим, можно стандартный двигатель перекручивать туда, вот, если понятие валить и крутить. То есть, можно стандартный двигатель перекрутить, вот, как вы замечали, где-то туда уже под 6 тысяч уже, и он слабо начинает набирать это, начинает падать наполняемость в цилиндрах. В спортивных же распредвалах такого не происходит. И чем, получается, у вас больше фаза, тем у вас график мощности по оборотам смещается вверх. То есть, потому что за счет большей фазы двигатель, соответственно, может, он на высоких оборотах, он успевает наполнять цилиндры, так как фаза большая, то есть, профиль большой, то есть, наполняемость идет на высоких оборотах хорошо. Теперь по подъему. То есть, здесь в стандарте 16-клапанник, там вообще вроде в районе где-то 7 мм, там подъем, здесь же 10,5. 10,5 это достаточно такая немаленькая цифра, чтобы вам привести аналогию, допустим, с 8-клапанником, это где-то на 8-клапаннике, это подъем в районе 13 мм. То есть, это примерно такая же, по такую же фазу. Вот, если фаза будет 320, вот та же фирма ОКБ, двигатель, то есть, если у них там 320 и вот такой профиль, то подъем будет там 13 мм, допустим, тот же распредвал М30, 8-клапанный ОКБ двигателя. И, то есть, соответственно, подъем больше. Что нам дает больше подъем? У нас клапан открыт на большее расстояние, соответственно, у нас клапанная щель больше. И, соответственно, больше топливной смеси успевает поступать в цилиндры. И все так же само происходит и с выпускными, потому что я говорю только про выпуск. То же самое и с выпуском. На стандартном распредвалу, вы достигаете обороты, сильно быстро получаются уже обороты двигателя. Клапан так быстро не может срабатывать. И, соответственно, он открыт на маленькое время, на маленький подъем. И выхлопные газы у вас не успевают выходить наружу. То есть, и, соответственно, двигатель начинает душиться своими же выхлопными газами. Опять же, у вас он перестает набирать обороты. На спортивных распредвалах тоже, как видите, подъем такой же самый. Фаза чуть-чуть меньше. Ну, всегда на фазах, в любом случае, в спорте или в стандартах, эти фазы чуть-чуть отстают. Параметры выпускных распредвалов всегда чуть-чуть меньше. И по этой же причине клапана чуть меньше, потому что на впуске двигателю нужно всасывать, то есть, соответственно, принудительно затягивать. Ему нужно усилие для этого. А на выпуске уже легче, он просто выталкивает, они вылетают. Поэтому чуть-чуть меньше. Но, опять же, когда у вас на выпуске есть и фаза, есть подъем, есть профиль, выхлопные газы успевают вылетать свободно. То есть, ничего не мешает. Есть еще такое понятие, как перекрытие клапанов. Что это такое? Сейчас я вам попробую показать. Вот, допустим, когда на четвертом цилиндре, вот, вот так распредвалы будут стоять. Вот, смотрите, вот кулачки четвертого цилиндра вот там. Это где-то вот так оно примерно будет. Получается, что на, допустим, в восьмиклапанных распредвалах, оно с завода, вы не можете менять показатель перекрытия. Перекрытие это получается, допустим, вот на четвертом цилиндре, на четвертом цилиндре, когда он в верхней мертвой точке. То есть, вот, допустим, впускные и выпускные клапана открыты на одинаковое расстояние. Вот, допустим, в восьмиклапанных распредвалах там 1,9, 2,7 самых злых, допустим, в М30, там, 5 миллиметров перекрытия. То есть, в этот момент два кулачка открыты одновременно. Для чего это нужно? Получается, для того, чтобы сделать продувку. Вот, допустим, на стандартных распредвалах, сейчас я попробую, вот. Вот, обратите внимание, может, будет видно. Вот, при перекрытии, вот, соответственно, вот плоскость, смотрите. Вот, плоскость вот эту. Между кулачками, соответственно, небольшое там. Здесь же, вот, видно, что больше перекрытия. То есть, допустим, вот здесь ставят оно на клапана. То есть, и, соответственно, они будут больше перекрытия. Чем больше перекрытия, у вас получается лучше продувка. Соответственно, в этот момент, когда два клапана, впускной и выпускной, они открыты, по инерции, вот, допустим, вот, когда четвертый цилиндр, он закончил такт, выпуска, то есть, вот, закончил такт выпуска, он в верхней мертвой точке. Два клапана приоткрыты чуть-чуть, получается. В этот момент, когда выхлопные газы вылетали, то есть, четвертый цилиндр, грубо говоря, выталкивал их на улицу, здесь, получается, они выходят, и, соответственно, в них есть инерция. И при этом уже выпускной клапан уже приоткрывается. И вот эта инерция выхлопных газов создает тягу, которая помогает затянуть дополнительную порцию выпускных газов, ну, то есть, впуска, то есть, топливно-воздушной смеси. И это получается, этот эффект нам улучшает дозарядку, то есть, цилиндра. То есть, вот эта продувка, и оно продувается. Соответственно, здесь такого нет, оно практически минимально на стандартных распредвалах. И, опять же, чем злее у вас, чем больше у вас фаза, чем больше у вас подъем, перекрытие у вас будет больше. И вот на 8-миклапанниках там завода, оно уже стоит, развал вот так между кулачками, и вы уже их никак не сместите. А на 16-миклапанниках их можно разводить. То есть, для этого и нужны, как бы, разрезные шестерни. Но я вам расскажу маленький секрет, как можно без разрезных шестерней это делать, там, в разумных пределах. Дело в том, что, вот, когда вы будете, вот, смещать, вот так, один к другому, вот, распредвал, соответственно, у вас перекрытие увеличится. Вот, смотрите, вот, допустим, вот, раз, и они приподнялись, обои, оба. И, получается, соответственно, перекрытие увеличится. Соответственно, эффект продувки будет больше. И дозарядка на высоких оборотах будет больше. Но, соответственно, все, что вы будете добавлять на высоких оборотах, вы будете терять в низах. То есть, в любом случае, вот, опять же, спортивный распредвал вы поставили, и у вас, допустим, чем злее распредвал, он будет вам добавлять высоких оборотов, при этом будут у вас немного теряться низа. И чем злее спортивный распредвал, тем больше добавляется вверха, и тем больше убиваются низа. Соответственно, то есть, грубо говоря, график мощности смещается вверх по оборотам, а чем выше он по оборотам, тем у вас, соответственно, мощность будет больше. Так же само и с фазами, и с подъемом. Все параметры, то есть, влияют на это, то есть. И вы должны определиться для себя. Допустим, если вы выступаете, допустим, там в драге, то вам нужно, соответственно, ставить достаточно злые распредвалы, потому что в драге мотор все равно едет только на высоких оборотах, и ему там те низы нафиг не нужны, грубо говоря. То есть, там надо снять максимально высокую мощность на высоких... То есть, ну, на атмосферном двигателе мощность добивается за счет оборотов, грубо говоря, за счет распредвалов, так как распредвалы задают общие параметры графика мощности. Но, допустим, если вы ездите каждый день, и вы хотите просто, чтобы двигатель улучшил свои характеристики, то вам нужно или оставить стандартные распредвалы, при этом запилить каналы в головке, то есть, чтобы улучшить продувку. Это тот же самый эффект. Вам что важно? Зарядить больше топливно-воздушной смесью цилиндры. То есть, дорабатываете выпускные каналы, дорабатываете выпускные, и у вас этот эффект улучшается. Растачиваются каналы, растачиваются немного седла, и, соответственно, у вас дозарядка на впуске и на выпуске улучшится. Или поставить какие-то слабые распредвалы. Ну, я считаю, что так, что если или ставить, то ставить, а если не ставить, то лучше оставить стандартные распредвалы, то есть, при этом доработать те же каналы в головке, и там, поработать с другими системами, там, по питанию, поставить какие-то, там, четырехдрозь, или, там, облегчить низ. Но если вам нужно дубасить, если вы любите, может, кто-то ездит, вот как я, езжу каждый день, но я люблю высокие оборотистые двигатели. У меня даже на повседневных машинах стоят злые распредвалы, потому что я люблю, чтобы двигатель легко крутился в обороты. Так. Про распредвалы я могу рассказывать, рассказывать и рассказывать. Если у кого-то есть вопросы, то есть, пишите мне в комментариях, или там есть в описании мои контакты, драйвы, то есть, номер телефона. Опять же, напомню, что данные распредвалы продаются, и это все, что на столе у нас продается. Также голова, то есть, можно ее укомплектовать стандартными распредвалами, хотите боевыми, то есть, кому как угодно. То есть, распредвалы у них пробег очень небольшой, я их брал новыми, то есть, грубо говоря, их состояние как новых, при том, что сейчас новые такие распредвалы очень дорого стоят, в принципе, соответственно, я там подешевле отдаю, уже проверенные в боях. То есть, кому интересно, обращайтесь. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.